В этом году количество клиентов социальной службы Дауглплса уже достигло порядка 14,5 тысяч Дуглплча. Из них 42% составляют пожилые люди. Многим далеко за 70, и они нуждаются не только в материальной поддержке, но и в социальном уходе. А знают ли наши сеньоры, какую социальную помощь пенсионерам сегодня оказывает городская дума? С этим вопросом мы вышли на улицы Дауглплса. Знаю, что за отопление, бани и электричество, по-моему. На общественном транспорте бесплатно уже катаетесь? В баню ходим. А на транспорте катаетесь? На транспорте, во. Я пользуюсь уже, да, бесплатный проезд на транспорте. Пока все. Ну, этого достаточно или еще что-то? Для меня хватает. Мало обеспечено, там зависит от дохода, сколько человек получает, сколько там, 150, по-моему, или сколько там евро. Но это надо помогать, потому что люди на пенсии. Не факт, скажем, что они могут там пользоваться этими, но если есть возможность, лишние деньги. Знаю. Отопление на лекарства. И что еще? А, за свет. Общественным транспортом пользуетесь? Да, бесплатно. Мне уже 80 лет, я бесплатно езжу. Отопление пользуюсь, светом тоже, а на лекарства я не очень-то употребляю. Так как у меня не минимальная пенсия, этот год меня не касается. Просто я от своих друзей, у кого маленькие пенсии, знаю, что там в частном секторе дрова там они получают, ПЖК оплачивает жилищину. В трамваях бесплатно ездите? Нет, еще возраст не позволяет. 70 еще у меня нет. Транспорт, потом вот эти годы малоимущим, если позволяет состояние малоимущего. Ну, все, оплата эти медицинские. Весь комплекс, который есть, мы знаем. А что можем, то пользуемся. Есть пособия, получаем. А что именно? Ну, как, и на лекарства получаем, спасибо. На отопление получаем пенсионера. В общественном транспорте бесплатно еще есть? Есть, да, уже 77-76, так что уже есть бесплатно. Ну, спасибо, помогают. Спасибо большое, очень хорошо нам. За что? Что бесплатно ездим. Вот я иду в дом пенсионеров, у нас гимнастика там. Тоже бесплатно? Да, бесплатно. Дом пенсионеров и гимнастика, тренажеры. То есть тоже своего рода помощь? Очень, очень хорошо. Социальный пакет, которым сегодня предлагает социальная служба догоповским сеньорам, насчитывает более 20 видов соцпомощи и услуг. Так, городская дума оплачивает им первые 4 дня пребывания в стационаре догоповской региональной больницы и еще 30 больницах Латвии. Кроме этого, у многих догоповских пенсионеров есть возможность получить социальные пособия на приобретение лекарственных препаратов, лечение и претензирование зубов, а также на оплату услуг врача-ортодонта. Востребованными являются и пособия на банные услуги, проведение ремонта в жилых помещениях и оказание социальной помощи в критических жизненных ситуациях. «Еще одним из важных для наших сеньоров является пособие на бесплатное питание. И, конечно же, бесплатный проезд в городском общественном транспорте также является весьма популярным. Не менее актуальны другие виды социальной помощи, в частности, жилищное пособие. В этом году его получили более 6 тысяч сеньоров, что составило порядка 400 тысяч евро. В свою очередь, пособие по уходу за здоровьем на данный момент получили около 2,5 тысяч жителей, что составило 197,5 тысяч евро». Несколько лет назад Аугофинска самоуправления заявила о том, что впредь социальная сфера станет одним из приоритетных направлений в ее работе. Прошло три года, и за это время городской социальный бюджет увеличился почти на полмиллиона евро и сейчас составляет 3 миллиона 843 тысячи евро. Это позволило расширить спектр социальных услуг и существенно увеличить категорию жителей, которые действительно нуждаются в поддержке самоуправления и для которых теперь она стала доступна.